Стих Священного Писания прочитает и по нему мы побеседуем. Послание апостола Павла к римлянам, 6 глава, 39 стих. Ибо возмездие за грех, смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему. Вот первая часть, возмездие за грех, смерть. Поясните, пожалуйста, как вы понимаете. Возмездие за грех, смерть. Как у вас объясняется, трактуется согласно Кораду? Суру, аят, можете назвать? Где возмездие за грех, смерть. Какой грех и какая смерть? А здесь, извините, сядьте. Может, присядете? Я не присяду, я уже насиделся совершенно. Я прошу, беспокойтесь, вот всякий оставит. Так, если можешь, помогай. Как понимаете? Услышать ваше мнение? Там, в студии, я думаю. Здесь, естественно. Сейчас услышу. Нет, нет. Возмездие за грех, смерть. У меня вопрос стоит. О каком возмездии говорит апостол Павел? Что означает слово грех и слово смерть? Смерть в каком? Вот в том понимании, которое люди понимают, умер на кладбище или что-то другое. Возмездие за грех, смерть. Первое, это полстиха. Что оно означает? Это имеется в виду духовная смерть. Это не имеется в виду телесная, когда человек умирает, и потом вот то, что воскресенье, и все такое. Это уже в этой жизни, если вы... Это закон Божий, или это можно избежать? Или это для всех? Это закон. Это нравственный закон Бога. Это наказание, ты знаешь, человек умирает? Для всех людей. Для всех людей. Абсолютно правильное понимание. Все согрешили, Павел говорит, и все грешили славу Божию. Не святых. Нет, чтобы родился человек, это безгрешный. Безгрешный. Давыд говорит, во грехах я зачат, в беззаконии зачат, а во грехе родила меня мать моя, в самом 50-й. Книга Ева, 14 глава, 4 стих говорит так. Может ли кто родиться чистым от нечистого? Точка. Не один. Мы в это верим. Адам с Евой согрешили, и грех этот наследственно переходит к каждому. Почему? Потому что все умирают. Адам-то был бессмертный. И раз все умирают, значит все согрешили грех первородный, и грех, который мы уже сами совершаем в жизни. Возмездие за грех смерть. И поэтому, если мы с этим согласны, то должны подписать себе приговор эпикриз. Как бы такой случай был, это уже не священное писание. Когда прочитал один человек вот так, и говорит, жена, так мы погибли совсем тогда. Ну согласен, что погибли. Так и выхода нет, и выхода нет. И он читает дальше, читает Евангелие дальше, и наконец говорится о рождении Иисуса Христа. Наконец говорится о том, что Христос проповедовал. Он, говорит, садальный Христос, взял грехи мира на себя, и грех мира понес Христос. Это вот есть такая картина, явление Христа народу Иванова, Третьяковской галереи. Он вот так простирает руку, Иоанн Креститель, идет Христос. Это Евангелие от Иоанна 1, 29. Он говорит, вот Агнец Божий, Агнец Игненок, который берет на себя грех мира. Иоанн Златос говорит, ты усвой это, и скажи, что грех мира, да, а ты скажи, мой грех. Он умер за меня, и кровь свою пролил страданием на кресте, меня он искупил. Вот это усвоение, присвоение, должно живо заговорить во мне, да, я смертный, я приговоренный, после смерти я иду в ад. Вот что интересно, я когда Евангелие еще не имел, родился в этой верующей семье, я знал, что я умру, это я знал, и что после смерти я пойду в ад, это я знал. А рай, рай это для каких-то для святых. Меня никто не мог убедить в другом. До времени, пока мне в руки не попала Евангелие. И считая Евангелие, я увидел, что Господь умер за меня, Христос понес мой грех, как безгрешный Сын Божий. Дальше говорит, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашему. Вот это послание кремлинам, мусульмане больше всего не принимают, не любят. Я разговаривал, я говорю, а почему? Определенно не могу сказать, но по отдельным стихам я уже нащупал, почему. Я могу сказать, отец Ирнатий, если вы хотите. Так, что хотел сказать? Я могу сказать, если мусульмане, кто-то не ответил. Я говорю, что я могу сказать, почему мусульмане не принимают. Почему именно, как? Потому что вы это разрешаете, да, как-то, в смысле. Дело в том, что они не смогли ответить на этот вопрос, потому что они Куран нехорошо знают. А мусульмане, те, которые Куран хорошо знают, они не могут просто принять это, потому что в Куране сказано, что Иисус на самом деле, Он не умер, а Он живет. Я это знаю, что надо. Теперь я эту часть оставляю. Ладно, о Христе не будем. Возмездие за грех смерть. Куран признает это? Это да, это да. Все, теперь вопрос избавления от греха. То есть Иисус умер, я извиняюсь, мир Ему, но Он не на кресте умер. Не на кресте. Да, по этой части я закрываю, и мы не считаем, снова возвращаемся. Возмездие за грех смерть. Мы тут согласны. На согласном мысле. Это не точки соприкосновения, а мы одинаково веруем. Ну, а как от этого избавиться? Я спрашиваю дальше, беседуя с мусульманами, я говорю, ты согласен с этим, что ты умрешь, и я умру. Вы согласились, что жизнь вечная и смерть вечная. То есть это упад пошелся. Как избавиться от этого? Дальше объясняйте с вашей стороны. У нас просто дальше. За меня умер Христос, Он понес мой грех, как огнец Божий. С вашей стороны объясняйте. Как от греха избавиться? А с нашей стороны то, что у нас Бог Сам единый, Который создал всех нас, Он нас любит, и Он нас спасает своей истинной Кораном. Если мы будем соблюдать заповеди, которые указаны им, и жить по Его законам, и будем любить Бога и людей, и будем очищаться в этой жизни, мы спасемся, и никогда мы не будем нести витязь и в этой жизни, и в следующей мы не будем страдать. Все, понял. Я понял. Но соделанный грех, который был, до него смерть, это закон Божий. И закон Божий Бог не может отменить. Можно? Так. Разрешаете? Да. Я просто по ходу действия с вами общалась, я уже не оттуда. Мне хочется узнать мусульманская трактовка вот этого стиха. Конечно. Да, нет, но мы можем. А, Игнат Тихонович, а другие могут в дискуссии? Да, любой может. Да, вы тоже можете участвовать. Я хочу узнать дословно, как трактуется избавление от смерти. Духовный смысл. Значит, в Коране говорится, что есть покаяние, на арабском говорят, тубе. Да? Вот. И покаяние принимаются Богом. Это человек рассказывает о том, что он сделал, если не дабы, он решит. Но Бог принимает лишь тогда покаяние, если человек правильно живет определенный период в своей жизни, не справляется. Это повторно уже. Умер человек, но вчерашний день мне его не вернуть. Я беседую с мулами, их целая группа, мулы там собирали было, и мне позволили там сказать, это было в Ленинграде. Я говорю, скажите, к вам пришла Мухаммеда, к Мухаммаду, пришла женщина-блудница. Он таких не принимает. Я говорю, ну вот к вам сейчас пришла, и она пришла от распутной жизни. Как? Никак. А Господь говорит, прощается тебе грехи. Почему? За ее грех Он взял на себя. Вот для чего баранов приносло зертво. Бараны указывали, ну, Агнесы, указывали на Христа, так прообраз, прообраз тень. Вот на тень, баланс отыщен, и ближе, ближе, и наконец-то вместила тень. Христос Ягненок, Он взял грехи мира, от Бога этот план спасения, и умер. Я говорю, вы верите, что суть Божия была? Я переговорил разговор с мулами. Конечно верим, Карен говорит, я тоже знаю. Скажите, а кто судить будет? А кто перед этим будет? Вы согласны, что будет антихрист над всем миром? Писание об этом говорит. Удивительное дело, они согласились. Это в самом деле, говорит, будет. А кто? И один говорит, конечно, горе нам, если будет судить сын Марьян. Горе нам. Писание говорит, увидел я на облаках грядущих сына человеческого. Деяния и пророчества Даниила 12 глава и сел вверхи днями, перед едиными были люди, перед ними огненная река. Но судят-то только один судья, Бог. Бог. Бог сам себя не может опровергать. Вот в самом деле, возмездие за грех смерти. Вчера шли день, мне смерть, я блудник. Я говорю, к вам пришел разбойник. Что вы будете делать? Таких он не принимает. Ну разбойник. Но он кается. А Господь говорит, прощаются тебе грехи твои, ныне же будешь со мной в район. Почему? Потому что этот грех закон Божий восполняет. Возмездие за грех смерти. И как бы я ни говорил, смерть остается смерти. Но вчера шли день, его не вернуть? Не вернуть. Покаяние идет за сегодняшний день. Вчера шли грех, он уже отрезал меня от Бога. И поэтому Сын Божий берет на себя грех мира. Это наша беседа. А можно я один вопрос задам? Отец Игнатий, Представьте себе, что вот одна женщина или мужчина очень сильно прерыводействовала, согрешила. И на следующий день Бог ему дает озарение. И он идет, все свое поместье продает и раздает нищим огромное количество поместья. Понимаете? На человек тысячи. Как вы думаете, сразу же ведь Бог просит ему этот грех? Грех не прощается за соделанные сегодня. Он грех вчерашний. Он вчера его сделал, а потом сделал такое добро. Вчерашний грех уже сконстанно. Он скупил его все грехи. Вот эти, эти. Внимательно, смотрите. Что он это сделает, добро, большое имение раздаст, это его добродетель. Но вчерашний грех вынес приговор смерти. Вот, допустим, давайте так. Я убил человека. Меня арестовали. Я сейчас даю указание. Имение продайте, все. Меня не будут судить за имение. Меня будут судить за убийство. Это в любом законодательном законе любой страны. А Бог же милостивый, захочет пройти. Да, милостивый, но он не может против себя пойти. Это закон Божий. Возмездие за грех смерть. Значит, вы говорите, что если бы Иисуса, вот если бы, до милостива, мир ему, Иисусу, я верю. Но до Христа все шли в вас. до него же были другие пророки, ведь тогда тоже люди грешили. А тогда, чтобы... И все не один не спасся, до Христа все были в преисподнем месте. А можно вопрос? Как же они в районе тоже были? Так, все хорошо, так, хорошо. Объясни меня на этом. Скажите, пожалуйста, Иисус Игнатий, и что же... В заключение просто хочу понять. Тот, кто совершил вчерашний грех, он должен быть осужден. Осужден, написано. И каким образом? Что? Вас пойдет. После смерти, после воскресения мертвых, он будет брошен в бад в огонь. Тут с мусульманами мы полностью согласны. Абсолютно. Не, если не покоялся... А еще, и еще кое-что. Если не покоялся. Еще хотелось кое-что добавить. Можно я добавлю? А даже если после своего греха он работает, будет работать над собой, совершенствоваться, а разве это не трансформация внутри не произойдет? Ничего не даст. Давайте вернемся к закону. Законы человеческие стараются как-то немного хотя бы быть похожими на Божий закон. Вот говорят, а что такое удерживание теперь? Римское право. Вот справедливость требует возмездия. Я... Саль издал закон. И закон этот никто не может изменить. Я пока закрываю Библию, просто по-человечески рассказываю. Он написал закон, Саль. Если кто возьмет взятку, вот тут написано на таможне, взятка боевает большая там за продажу оружия до 12 лет тюрьмы. Понятно. или штраф 400 миллионов рублей. Никто этот закон, никакой таможник не может отменить, потому что это закон. И вдруг попадается на этом не кто-то, а его родная мать. А там написано, что должен притерпеть в течение месяца по 40 ударов каждый день палкой. Где написано? Это практика была. Он может отменить, не может. И Саш, что делает? Саш, встал, говорит, разделся и бейте меня. Я материну вину беру на себя. Закон никто не может изменить. Возмездие за грех смерть. И эту смерть претерпел Сын Божий Христос на Христе. Он взял грехи мира. В этом весь смысл. Он освободил. Я сегодня делаю добро, творю, вчерашняя смерть осталась. Что я делаю? Это когда я смертник. Я сидел в тюрьме, знаю, и меня никто не освободил. А может ли это возмездие выразиться по-другому? Никак. Закон. Нет, я имею в виду, ну вы понимаете, не обязательно конкретно там гореть в аду. Он может по-другому как бы искупить свою вину. Никак. Она не искупается. Смерть вынесли прибыль. Смерть никак не искупается. Вот ни в одном законодательстве мира нет. Я сейчас закончу. Допустим, человека приговорили к смерти по закону. А он говорит, ну назовите, какое добро я могу делать, чтобы тебя искупить. Нет такого прибыль. Риму отрубает голову, на этом все кончилось. Повесили пирата на Реев, и все. Он говорит, а у меня золото, целый корабль, я отдам. Ему говорят, смертный приговор не за деньги. Он уже все, ты приговорен. Но какого рода должен быть грех, чтобы за него гореть в аду? О! Какой грех? Ну, он же может быть разный. Может быть, ошибки маленькие, которые человек может исправить по ходу жизни своей, да? Вопрос понятен. Да. Адам и Ева. Возвращаемся. Ева поверила змею больше, чем Богу. Но взяла плод с дерева. Ну великое ли дело-то? И написано, смертью умрешь в тот же день. И Адам с Евой духовно умерли. Они еще живут 950 лет. Они рождают детей, но смерть в каждой клетке. Вот человеческий организм считается там, ну полтора миллиарда клеток. Их никто не считал, но в каждой клетке смерть. В каждой до единой. А можно избавиться. Ну великое лицо взяла да съела. И Бог сказал, смертью умрешь. Нам никто не дал право Божий закон под себя делать. Вот Бог выводит и говорит, садом гаморра сгорят. Идите, идите и не оглядывайтесь. Но жена вот так повернулась, взглянул, и сразу превратилась в стердной столб. Но можно ли развернуться, но это нельзя, уже приговор вынесен. Это не... Вообще, малышенски даже не делаются. Можно извините. Я просто верю в то, что определенных людей, конечно, Бог не прощает. Потому что есть в Коране один айр, что Бог кого захочет, простит, а кого захочет, не простит. Это Его выбор. Он знает душу человека, в каком он состоянии находится. Вы-то лучше меня знаете. Есть люди, кого Он не простил, да. Но есть, кого Он простил, живет. Ни одного человека Бога. И делаем не именно в Иисусе. Еще раз повторяю, Бог никогда никого нигде не прощает за так. Это закон Божий, возмездие за грех смерть. Что такое за так? За так? Бог никогда никого нигде не прощал за так. Ну просто взял, да и просил. А, я поняла. Он возмездие за грех смерть. Это кто-то должен умереть за этот грех. А кто, когда я все смертные, из-за этого Сын Божий безгрешный, рождается от Демы Марии, Духа Святого, и берет грехи мирно на себя. Тогда что происходит? А тогда происходит гнев Божий, изливается за смерть, и умирает Сын Божий. И веру в Него я принимаю, получаю жизнь вечную. А нельзя, чтобы Он не страдал за нас, мы не верим в то, что Он пострадал на кресте за нас, но просто без веры в это, мы просто верим в то, что Он был, и вот мы верим, что Он проповедовал, что Он... Во все остальное мы верим, в Него мы верим, но не верим просто, что Он страдал. Вопрос понятен. Такой был писатель, герой социалистического труда, чем Дизайт Матов. И он написал роман «Плаха». Мы сегодня говорили об этом. Его литературные газеты спрашивают, Аристарх там, скажите, вот выявили главного героя, христианина, но вы же мусульманин? Он говорит, да, мусульманин. А почему главный герой? Он говорит, Мухаммад многое сделал доброго, но умер за человека, за грехи только Христос. И редактор так напечатал, так это понимает каждый. Он умер за меня, и кровь свою пролил страданием на кресте, меня Он искупил. Можно еще один отцепить? Вот очень интересный разговор. Это только с вами такие разговоры можно вести, потому что вы знаете все это, слава Богу, очень многое хорошо. Но с Мурсальем мы уже сколько говорили на этом. Очень много пророков, они тоже, в Коране об этом сказано, они страдали ради Бога, и тоже умирали, и тоже, даже некоторые и на кресте, очень много пророков в Коране об этом есть. И тоже, вот как вы говорите, правда, в Коране не скажут, что они снили грехи людей, да? Но тогда почему именно, вы говорите, вот именно Иисус только искупил? Тогда давайте скажем, что многие пророки искупили грехи людей. Вот так скажем. Вопрос понятен. Потому что все согрешили, написано, решены славу Божию. И для этого, это безгрешный Сын Божий приходит. Никто никого не может искупить, потому что он сам к смерти приговоренный. Они сидят все в камерах, так образно скажем, в тюрьме. Вот я был в камере со смертниками, я заходил туда. Но другие же тоже страдали. Сейчас я закончу лисун. Никто не может из смертников, сидящих в камере, кого-то освободить. Эту вину должен кто-то заплатить. Кто-то умереть должен. А кто умерет, когда он сам грешник? И для этого, это Божий план спасения выражается о том, что с неба, Дух Святой, через Деву Марию, и Христос рождается безмужненным. И он берет, вырос, когда вырос, взял на себя грехи мира, поставил закон. Он умер за меня. Он. Все грехи мира взял на себя. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это картина Иванова. А что это означает взять грехи мира на себя? Что это означает, что он взял грехи мира на себя? Это означает любовь Божия с самым высшим напряжением. Это то означает, вот у Сульмана есть барана, колен, там то другое. Это образно означает, что, ну, был такое выражение с козелом отпущения. И на него грехи, как будто, в пустыне у волка мы отводили. Это в Ветхом Завете написано. Это образное приближение понятия о Сыне Божьем. До времени пророки все говорили, умирали, шли в преисподние места земли. Возмездие за грех смерть. Только вот это надо усвоить, и все вопросы решены. Смерть. Вот это главные постелаты, которые отличают нас с Сульмана от христиантов. Да, но это нас не как раз... А осталось все... Я спросил, вы согласны, ответили, да, согласны. Как раз нас это и объединяет. Нет, мы, например, вот я, например, не верю. Вы меня поймете, да, я просто честно говорю, я не могу поверить, что Иисус на христе умер, потому что в Куране говорится, что Он умер по-другому. Я верю в то, что Он пророк. Я, например, не верю, что Он сын. Не верю. От вашего неверия что изменяет? Коран через 600 лет с лишним, через 700 лет написаны. А куда ждать Евангелие? Куда нет откровения? Нет, отец Анастей, вы меня понимаете? Считать это ошибкой? Нет, нет, нет. А можно? Дело в том, что можно я скажу? А можно? Нет, я еще не договорила. Не договорила. Дело в том, что весь Евангелие я люблю и очень-очень много читаю. Это для меня свято. Я всегда говорю, что Коран, Евангелие, Библия, но мы-то знаем, что там много переведенного человеком. И вы знаете, что в Библии есть такие стихи. Все то, что вы здесь читаете, помните, есть такая глава, она от... Вы дадите мне, напомните мне... Смысл, скажите. Там говорится, что это перевод, и перевод никогда не может быть точь-точь, как оригинал. То есть там какие-то искажения есть. Это Сирахов говорит об этом. Это не каноническая книга, что она говорит. То есть она тонкость какую-то, языка может быть. Сын Сирахов. Смысл без передания. И нас сейчас это не перевод, и расскажите. И вот есть моменты, когда вот там говорится, что, например, Иисус это Сын Божий. Вот, например, или там Иисус на кресте умер. Вот эти моменты, может быть, они неправильно перевели все же. Как переводить? Умер или не умер? Тут переводить нечего. Это совершенно надо. Тут говорится о тонкости. И я увидел прелестное лицо. Он говорит, прелестное не употребляется в добром отношении. Я увидел прекрасное. Он говорит, не прекрасное, а облагороженное. Вот в этом смысле перевод. Я перевозчиком работал, переводил разные книги. Там, с левского, с английского. Я знаю, о чем говорил. А о том, что умер и не умер, это не перевод. Это совершенно другой смысл. Это не перевод. В этом не может быть различия никакого. И вне предложения. Он умер. А вот пришел человек через 600 лет и говорит, все неверно. А чего тут все? Так неверно. 600 лет. А где же Бог тогда был? Где эти чудеса, которые Христос творил? И когда Христос был в пустыне, то написано, Сатана подошел и говорит, падший, поклонись мне, и весь мир отдам тебе. А зачем? Чтобы не умирал Христос. Потому что искупление было. А Господь так не пошел. Каждый сам добровольно должен принять Христа своим спасителем. И еще я добавлю в вашей беседе. Господь говорит, я бодрствую над словом моим. И ничего не надо. То есть вот это время до прихода Мухаммада, Господь бодрствовал над словом. И оно не приложено, вечно и неизменяемо слово. Вот умер на кресте, так и нужно понимать. И так далее. Скажите, прошло 600 лет, Мухаммад умер в 632 году. После собрания, все воспоминания, написали Коран. И вот сейчас, через 600 лет, кто-то пришел и сказал, а Коран это совсем, это неправильно, это неправильный перевод. Мусульмане не согласятся с этим. Оказывается, согласился с тем, что Евангелие переведено не так. Мы по историю видим. Можно я отвечу на этот вопрос? Почему я не соглашусь, что Коран неправильный перевод? Потому что я знаю Библию. И когда сравниваю, я смотрю, что Мухаммад ничего нового не говорил. Все те же законы, которые говорили Моисей, Авраам, Соломон, Иисус, Мир и остальные. Бог один-то, и законы все те же самые. Но на разных языках, он на разных языках людей. Вы о нравственном законе говорите? Я говорю о законе спасения. Возьмите за загрех смерти. Вначале я спросил, вы согласны? Да, согласны. Теперь избавление от этой смерти духовной. Вы все правильно ответили. Где? А я буду делать добро. Добро я делаю сегодня. Но вчера, что я уже умер. Я мертвой рукой это делаю. Возмездие совершилось в тот же момент. Адам только взял, только вот отпустил, сразу умер. Духовно стал мертвецом. Так человек, который... Меня милиция не поймала. Но я ехал и задавил ребенка на машине и сокрылся, не помог. Я уже преступник. Меня закон даже не поймал. Я уже преступник. И теперь вот так вот буду каждого милиционера бояться. Все это грешили, написано. Все решили славу Божию. Нет праведного. Нет ни одного. Наша праведность, которая говорит, я много именей раздал. Библия сравнивает, знаете, с чем? Вся наша праведность, как запачканная одежда. Перевозчики говорят, говорят, как подвязка нечистой женщины. Вот наша праведность. Это праведность, когда я отдал все имение, я творю добро, я ухаживаю за больными, червей отгребают. Это как перед Богом, как грязная одежда. Потому что Бог свят, Бог чист. Поэтому мы оправдываемся жертвой Иисуса Христа. Вот дальше вторая часть предложений говорит. А дар Божий, даром данная, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Тут перевод никакой не может по-другому быть. Это надо просто исказить, отбросить. А можно я кое-что еще добавлю? Я хотела просто добавить к этому. Я разделяю ваше, то, что вы говорите. То есть, сам Ильич, как бы свое мнение ссылается на Куран. Я просто, я всегда прислушаюсь к своей интуиции, то есть к душе. Я полагаю, ну, я ни на что не ссылаю сейчас. Да просто вы знаете, да, всегда Господь нам говорит, что если вы на самом деле хотите познать истину, прислушайтесь к своей душе, и она подскажет вам. Вот в данный момент я прислушиваюсь к душе, и она мне подсказывает, что то, что, ну, как бы, изложенное вами и как бы по вашему священному описанию, это, я вот полагаю, что это так и есть. Что так и есть, конкретно, что именно, как бы, Христос на самом деле умер во имя, во имя всех людей. И Христе, да? Ну, как бы, не будем даваться подробностей, я просто послушаю своей душе, и я вот говорю то, что я чувствую, да? Ну, я хотела бы сказать другое, что помимо этого, я полагаю, что вот, то есть, не обязательно именно через Христа, я так же это ощущаю, не обязательно через Христа просто прицепить Богу, да? То есть, это может быть какой-нибудь другой путь, да? То есть, неважно, это может быть ислам, это может быть какой-нибудь другой путь, то есть, вот, то это стремление служить Богу может быть какой-нибудь другой дорогой. Вы поняли, да? Я завершу, можно я завершу? Да. И то есть получается так, что если человек на самом деле искренне верит в Господа, искренне поклоняется и служит Ему, и на самом деле работает над собой, то на самом деле он не попадает в ад. Теперь посмотрим, что нам говорит Писание, Священное Писание. Перевести, попробуйте по-другому. Апостол Павел говорит так, удивляюсь, что вы, от превзавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходят и к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, 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 смущающие вас и желающие превратить в благовествование Христово, то есть и превратить в другое сделать. Теперь, но если бы даже мы или ангел с неба, там же Браил или кто-то, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анаферма. Как прежде вы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, вот как вы сейчас говорите, это страшные слова, не то, что мы приняли, вы приняли, да будет анаферма дважды. Это слово четырежды встречается именно на этом месте. Не то, я вам пропаду, и не то. То есть, если, допустим, например, мусульмане, то есть, если мы идем к Богу этим путем, то мы будем что? В Писании я пока не беру мусульман. А я имела в виду, что... Смотрите, хорошо. Если что, я имела в виду другое путь к Богу, то есть, это ислам или что-нибудь такое. Посмотрите, 4, 12. Где она здесь? 4, 12? Да, 4, 12. Нет, 4, вот. 12, 7, где? А, думал, слушай, а, вот он. Считайте, слушай. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которому належало бы нам спастись. Все. Кроме Иисуса нет другого имени. Нету. Переводить. Хоть как переводить. Это полностью отвергнуть на Евангелие. Полностью. Полностью отвергнуть жертву Христа. А, извините, извините, а разве христиане имена других пророков не понимают? Моисей не понимает? Мы говорим о спасении. А разве Моисей, он не пришел, своим знамением не спасал людей? Нет. В ад все пошли до одного. Как? Он не мог спасти никого. В рай никто не пошел. Бог его наказал, даже в обетонную землю не дал войти. Какой рай? А вы помните, 10 человек спасу, если ты найдешь среди народа 10, я из-за них только спасу. Вот эти все... Это означает, в этой жизни только не погодят. Мы же говорим о вечности, Савер. А вечности тоже нет. А в вечности там речи даже нет. Это речь идет в этой земле. Вот, допустим, город, Бог приговорил проклятый Содом. Ну, кто бы ни был, там Барнаул или Баку. Но, если найдется там 10 праведников, Господи, спасешь ты его или нет? В городе, в городе, живущих на земле, чтобы огонь не пролился. Бог не стал отвечать, потому что 10 лет даже не нашлось. Все. А мы говорим о вечности. Это Коран, который Иисуса касается. Теперь, относительно перевода. Вот смотрите, перевод я сказал, какая разница. Это записано теперь. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Пока мы беседуем согласно Слову Божию, я плохо вижу, может, почитайте. 36 стих. Ама, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на ней. Как можно переводить по-другому? Какое искажение? Слушай, Сумира, еще раз. Еще раз. 3, 36, Евангелие от Иоанна. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на ней. Я ничего не толкую, здесь бестолкование. Не увидеть жизни. А мы мусульмане все верим в Иисусу. Как говоришь? Мы мусульмане все верим в Иисусу. Мы даже можем в Иисусе, но мы мусульмане. Мы мусульмане, который умер за грехи мира, а не просто я Сына признаю. Который умер, грехи мои, взял и вознес телом своим, это везде Писание говорит, и кровью своей омыл, он кровь омывает. Да, мы просто по-другому верим в Него. Тогда все Писание вообще не надо говорить, что мы Его признаем Писание. Надо решительно сказать, мы Писание. Просто там есть места, где говорится, что Иисус пророком был. Вот эти места, мы понимаем. Пророк это не отнимает от него то, что он был. Не только Иисус, там упал Адема, Адема и последние Мухаммеда, все прислания были. Да, да, все послания. Там Евангелие ответственность. Седьмой стих, прочитай слух. Первое послание Анна, первая власть, седьмой стих, внимательно. Если же ходим во свете, подобно как он во свете. Живем праведно, творим добро, все. То имеем общение друг с другом. То есть я к вам приехал, вы ко мне, я вас приглашаю в гости, мы имеем общение друг с другом. И дальше? Да. Ну а дальше уже идет такое, что это уже перевод. И кровь Иисуса Христа, говорим, сына Его. Да дальше? Да. Это перевод, да, уже. Да, да. Это в оригинале. Это сейчас. Кровь, говорит, Он очищает нас от всякого грека. Кровь. Без пролития крови нет прощения грехов, по-разному. Тут нельзя, тут не в переводе дело, а здесь в отторжении благодати. Извините, вопрос один измекает. Это не в переводе. Одно ему, вот послушайте. Да. Вот человек согрешил почемному, не даю. Да. И Иисус, мир ему, Он умер на кресте, как вы говорите. Да, Сын Божий. И что вот, Он этот сразу очистился, только одним тем, что... Нет, когда примет его сердцем человек и говорит, Господи, я признаю. Написано, верующими... Достаточно даром, дар Божий написано, даром, в Божьей жизни. Нет, сами же, это... В этом смысл такой смысл. Нет, зачем так-то? Можно я расскажу? Это на самом деле нормально. Ты наоборот. Наоборот, все... Ну, смотри, здесь... О изумительном покаянии, изумительном такой... То есть, человек на самом деле осознает, что он... Нет, это не просто, да, понимаешь, что ты уже занимаешь. Мои грехи работают. Да, но надо определенный период пожить по законам Бога по-человечески, чтобы доказать, что он очистился. Не надо дня дать. Господи, прости, и разбойник послушал. Разбойник говорит на кресте висящем, и Господь говорит, сегодня же будешь со мной в раю. У Бога другой план. Минуты, секунды. Прости, Господи. А мы кровью Христа, ты святой, ты только родился. Для этого хрещения, и ты из воды вышел другим именем. И я сейчас скажу еще одно. И вышла, Валентина. Можно еще добавлю? Есть люди, которые... Не каждому на самом деле дано искренне покаяться. Есть, которые на 20% это делают, на 50%, на 60%, а есть на 100%. Вот те, которые могут сделать на 100%, да? Вы согласны, Отец Геннадий? И вот тогда и очищение происходит. Очищение. А если нет, то что обманываетесь. У нас комары, оказывается, есть. Так. А можно мы что-нибудь... Так, я предлагаю беседу закончить, пока успокоимся. И мы коротко поблагодарим Бога. В трех словах хотя бы. Так, мы коротко поблагодарим Бога. Господи Божий наш, слава Тебе. Великий закон и святая Библия открывает истину Твою и святой Евангелие. Я благодарю Тебя, что позволил здесь быть. Да вот освященную милостью все живущие здесь. Господи Божий наш, Ты единый Спаситель и Искупитель. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Пока, спасибо. Представьте, я учусь, добил разрешения такого сдать одну из основных языков. Все три курса в один год. У меня все идет как надо. А в душе там дверь. И вот Евангелия попалась. Я в один вечер поверил, и вернулся на корабль, и сразу начал другим говорить. Совершенно другой человек. Мне пишут другую биографию, отовсюду у меня пошло, и дальше у меня вот так вот от тюрьмы, психиатрия, что угодно. Я счастлив полностью во Христе. Я искупленный, зная спасение, рай, открылся через Христа. За мои грехи Он умер. Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным, с раскаянием иду, грех моей крови причиняется смыть, молю. Да, смыть, молю. Пристотение такое. И как мы приветствуем? Христос воскрес. Весь мир знает, боюсь, что он воскрес, а другой не воскрес. У счета можно переводить неправильно. Но как это перевести, когда воскрес, а другой будет не воскрес. Даже день недели, воскресенье. Это же честь Господа, воскресенье Господа. Я хочу спросить, скажи, слово воскрес и умер, это разные слова? Разные, конечно. Воскрес и умер? Да. Умер в разных контекстах, по-разному понимается. Есть умер духовный, есть физический. Не важно, слово умер трактуется был и нет. Ну да. А воскрес означает был и есть. Да, да, да. Нет и воскрес. Как можно это перевести по-другому? Это никак, это совершенно новое учение, отвергающее божественный план спасения. Это Божий план был. А почему? Я говорю о спасении. В грехе мира Христос взял на себя, что нужно говорить. А вот женщина хотела что-то сказать. Тоже было, христиане отвергают этого. Вот то самое, которое вы говорите, что такое, что это он. Вот он вошел за Богом. То, что в фенальске. В Коране то, что оказывается, что Иисус не в Христе умер, а он вознес этот. Вот это перевод такой, это совершенно разные статусы. Вот вы сейчас спрашиваете, что как умер. Это совершенно новая книга, написана не об этом в Христе. Этот Христос умер. Это о другом Христе пишет в Коран. Который не умный. Умер или не умный. Это как сказать одно и то же. Это не одно и то же. Это Божий план спасения. Возмездие за до грех смерть. Он берет на себя, умирает за грехи. Все очень просто. А теперь, ну ладно, хорошо. Есть ли вот это, мы оставим одну и десять. Я мусульманах не говорю. Зачем? Я просто говорю, что... Я не говорю в Сульмане. Я ни Корана не трогаю, ни мусульманам. Закон Бога для всех. Я заметил, я открываю. Мы не хотим считать людей, понимаете, потому что Бог сказал, что Смотрите, как я вас, какие вы все разные. Я создал человека, один красный с кожей, другой черный, другой белый. Смотрите, как землю, как тоже разного цвета. Понимаешь, смотрите, сколько это... Согласны полностью. Речь именно о грехе и об искуплении. О грехе, то, что вы говорите, Иисус не может брать все грехи человека. Тогда, вы знаете, можно я скажу? Вы отошли. А вы послушайте. Вы не отходите, пожалуйста. Нет, потому что я тоже это... То, что говорю, потом я забываю. Я человек, тем более, немножко с костом, я как-то эта слабость у меня бывает. Вот хочу сказать, что тогда каждый человек, считайте, что я. Я каждый день буду вставать и согрешить жить своими делами. И согрешить до такого, что... Потому что скажу, что вот я читала книгу, которая, на самом деле, Он возьмет, Иисус возьмет все грехи на меня. Только единственное сердце. Сердцем только, чтобы верить, что Иисус нас, это, в смысле, все, спасет и взял все грехи. Я тогда, что будет, минимум. Сейчас я поясню. Вопрос этот уже задан был. Он здесь написан. Сейчас я прочитаю. Вопросы вы задали, а я отвечаю. На другой день сначала посчитайте, что там дальше. Я без очков не вижу сейчас. Я тоже, у меня зрение... Давайте я почитаю, не на другой. Почитай. На другой день. На другой день видит Иоанн, идущего к Нему, Иисуса, и говорит. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Да, вот все. Уходят Иоанн, не знал. Ну, в каком смысле? Уходят на наши 600 лет и узнали. Ну, что смеяться-то? Это отвечает тому, что впереди прочитали. Да, так, грех мира, а Агнец Божий берет на себя. А теперь вы говорите. А вот если он там согрешил, а теперь покаялся, а теперь опять вернулся. Вот, на это тоже отвечено. Отвечено. Принимает ли Бог такое покаяние? Сейчас мы прочитаем послание апостола Петра. Второе послание. На второй главе. Он говорит, были уже пророки, и у вас будут лжиучителя, которые ведут вагубные ереси. А в чем ерес заключается? Отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя сторону погибель. Отвергаясь его, а остальное все погибли. То есть, это уже было сказано. Все они, все мусульмане, во всех религиях, все они принимают. Нет, все они принимают. Даже не только я мусульманин, я все, по всему миру, сколько есть религий, они все принимают Иисуса. Они должны принимать, потому что Бог един. И Бог сказал, даже в последнем книге, в священном книге, в Куране, Аллах говорит, что в самом последнем Багаре, сура Багара, последние аяты говорят, что Бетун Пегамберля, Бог, который дал пророков, они все принимают друг друга. То, что Аллах, понимаешь, еди, и мы все принимаем, Иисус принимает пророка, Мухаммеда и Муса, и также все пророки, понимаешь, между ними разделе не ставят. Вот так же прямо написано. Разделе не ставят, а мы ставим разделе, понимаете? Нет, это не раздел, я на вас отвечаю. Я ответ, знаете, то, что вот это все тоже это и к этому. То, что вот к этому разговору, чтобы взять какую-то каплю оттуда, понимаете? Вот к нашим словам это тоже что-то значит, что мы должны, вы знаете о чем? Бог говорит, в Куране священном тоже это и есть, говорит, что вот если они скажут, что, а почему эта книга пришла на арабском и пророку Мухаммеду? Скажите, вот то, что вы верите Бога, спросите их, они все скажут, что мы верим Бога, и Бог один. Говорится в Куране, что вот тот же самый Бог, который вы верите, вот тот же самый Бог послал в эту последнюю книгу. Как вы можете говорить, что я верю Бога, и Бог един. А как ты веришь этому книгу и тому, который здесь пишется? А почему ты не веришь тому последнему книгу, который там пишется, что вот это завершение, это печать, которая вот это все книга, последняя книга, который с этим, только вот это поставил печать, Аллах говорит, что верь тому и последнему. Все, а то, что здесь, все это в Куране, здесь там нет ничего другого. Не убей, не кради, здесь не убей, не кради, там. Так, через сколько лет? Здесь ты принимаешь всего этого. Вот это словах, через сколько лет появились? Вы знаете, я говорю, да, опять же, я вот... А можно я скажу? Сейчас, подождите. Спасибо огромное. Через сколько лет, я переспрошу, слова, которые Библия закончена, и которые вы сейчас цитировали, через сколько лет появились? Не поняла. Вот эти слова, которые здесь написаны в Библии, вот Библия закончилась, даже уже нет. После последних слов Библии, которые вы цитировали слова, они через сколько лет появились? Самер, это отвечает, Куран, который... 1400 лет. 1400 лет тому назад, да? Нет, конечно. Вот это вот написано, где-то 50-е годы первого века, а Карам в седьмом веке, то есть шесть столетий. Так вот, за шесть столетий было сказано так. Я также свидетельствую слышащему слово пророчества, книги сей. Если кто приложит к ним, на того наложит Бог язва, о которых написано. Если отнимет что-то от этой книги пророчества, Бог отнимет участие в книге жизни. Да. Через 600 лет пришел совершенно другое. А пришел очень. Я вам хочу ответить сейчас на вопрос. Я ответил больше всего. Мы должны думать, он так захотел, это он Бог. Он все может, понимаете? Человек, который верит в Бога, он должен сказать, он все может. Он на все способен. Я говорю, я христианин, я говорю, в Библии написано, что после этих слов нельзя не добавить, не убавить. Все. Сама Библия заканчивается. Если у тебя Библия, ты считаешь, ты выборочно не считай. Но написано, не добавить, не убавить. Я ничего не добавляю. Я не Карам проповедую, а Евангелие. Вы посмотрите. Вы сказали, а если человек согрешает, а потом опять как Христос согрешает, а на чем у нас получится? Ваш вопрос был пораньше немножко. Ответ дается вот он где. Второе послание Петра, вторая глава. Он говорит так. Начинай-ка, что это вот отсюда. Сюда выслать. Даже он же вот отсюда пришел. А они, вот они как, что с этими... Они как бессловесные животные. Животные. Водимые природой, рожденные на уловлении и истреблении. Злословят то, чего не понимают. Злословят, а чего они понимают? В расплении своем истреблении. Распленные. Дальше потом. До сих пор. Читай дальше. Они получат возмездие за беззаконие. Возьмезие. То есть карту. Они полагают. Удовольствие во вседневной роскоши. То есть все, надо больше. Живу, пью, ем, что хочу. То же самое. Да, да. Потом дальше что с ними будет? То ли такие. Сомники и осквернители. Они наслаждаются обманами своего пиршеского свания. Пир потом. Глаза у них исполнены любострастия и неприставного греха. Они крещают неутвержденные души. Неутвержденные души, которые утвержденные писали. Они их нельзя собрать. Они дальше пить научат, курить, блудить, наркотики. Все-таки. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Это сыны проклятия. Которые вот этот грех тянут верующих. Это одинаковое название. Они то же самое. Да, да. То же самое. Здесь мы полностью согласны. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил издул неправедную. Мы одинаково понимаем все, что если уверовал, что таким путем Христовым дожил. Он был обличен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, приговорившая человеческим голосом, остановила безумие на руках. Потом. Это безводные источники. Вот какие называются безводные источники. Там воды нет, источник пыли одна в колодце. Облака им плыг, гонимая буря. Буря, гонят облака. Это такие люди, которые грешат. Вот вы сказали, он поверил, присутствовал. Он был в Коране, не верят. Тебе решит. Тебе решит. То же самое в Коране, только на рамках. Да, то же самое. Да, да, да. То же самое. Мы согласились. Дальше. Им приготовлен. Помнишь, Багарасу ясинда? Он варь, варь, варь. Это безводные источники. Ибо, произнося однодутые пустословия, они углавляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть они таких увлекают, приучают, блудят, в разные страшные грехи делают. И что дальше? Кого послания дают? Да, да. Дальше. Обещают им свободу, будучи сами рабы твейны. Какой раз? Какой свободу, когда возмездие за грех смерть? Ты умрешь. Какую ты мне свободу можешь дать? Ленин, Гитлер, Сталин. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. То есть грех какой? Курит, наркотик. Он побежден. Он не может без этого. Его трясется. Или другой есть. Не хочет, уже чувствует лишнее. Пой, он раб. Отечественное, тогда получается, что единственное, что крестьяне почему не принимают кураг, из-за того, что только что там скажут, что Иисуса на кресте не было. Да, это центральный момент. А основной все то же самое у нас отходят. Да, основной может быть так. Главный центральный момент. Не искуплен. Грех только этот. А основной все повтор. Искупление, прославление Творца. Ну хорошо, отечественное. Дальше, сейчас, сейчас. Дай, 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 дай ответ будет. Не, я просто забуду. Нужно я до конца скажу? Нет, зачитай до конца. Мандрек, сейчас закрыть. Ибо если избегнувший сквер мира... Знаете, избегли, перестали делать, уверовал во Христа, но не стал ни пить, ни курить, ничего. Дальше что? Ибо если избегнувший сквер мира через познание Господа... Через познание, я уверовал в Господа, поверил, он умер за меня, и я от всего отстал. Я в один день не отстал. В одну минуту я отстал от всего. И спаситель нашего Иисуса Христа опять запутывается. Опять начал петь, вернулся, опять то же самое, блудеть пошли, потом что? И побеждаются ими, то последнее бывает для таковых, хуже первого. Лучше бы им... Лучше бы им, извините, лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповедь. Святая заповедь была, не грешить, помогать, жертвовать, а потом... И кто это такие люди читает? И Коран этому учит, что творить надо добро, подавать милость, в десятину платить там... Дальше что? Ну, теперь ответ маленький. Но с ними что случилось? Ну, с ними случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блеватину. Блеватину, блеватину изо рта вывалят у собаки. И вот такие люди. Он отрехся от этого, поверил во Христа, омыт кровью, а теперь развернулся. Таких много людей, много. Это псы потом. И вымытая свинья идет валяться в резину. Опять, опять ее вымыли свинью от скобления. Это свиньи. Это псы. Вот и все. Их не жертва Христа, не вера, ничего не дает. Сейчас, отец Ивана, сейчас можно сказать, да? Тогда получается, что вы смотрите, я здесь тоже не понимаю перевод, например, что про Иисуса говорят, что Он на Христе уме, что Он Сын Божий, да? Но я же остальные принимаю. А остальные уже слышно не имеют. Тогда пусть Христиане тоже, да, остальные в Куране принимают, но просто это место не принимают. Значит, ты остался вовремя их из кухени, это нету. Если весь Куран не принимают, это не спирили мило? Книг много написано, Христос один. Апостол Павел говорит очень хорошо. Понимаете, да? Вот я в Библии понимаю, просто я вот эти места, которые, там, я говорю, что, ну, может ли там перевереть? Это нельзя перевести по-другому, это уже обман будет. Перевод я сказал, что умер или не умер. Это не перевод, это совсем другая книга. Это и есть вера, отец Ивана, вы же очень меня знаете. Это и есть вера. Ну, понятно, какая-то вера, потому что Писание говорило умер. Ну, это не самое главное, правда, отец Ивана? Это самое главное. Главное быть порядочным человеком. Нет, а какой он был предъявлен? Внимательно, 1, 21. Послание к филипистам, 1 глава, 21 стих. Правда? Считай. А как по-вашему? Сейчас, минутка, 20. По-вашему судить нас в последний день словом. Да, Бог. Иоанна, 12 глава, 48 стих. По словам будем судимы. Да, кто-то так. Слово Бога. Точно. Вот вы сказали сейчас здесь. Послушайте еще один сих. Бог будет нас спрашивать, хорошо, вы, который я вам послал до слова, и слово аккуратно тоже. Сейчас, одно предложение прочитайте. Сейчас, минутку. Иоанна, для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Вот это никто не может сказать без Христа. Смерть приобретения. Можно еще раз? Павел говорит, я разрешаю. Я хочу разрешиться от этого тела умереть. Что она прочитала еще раз? Еще раз повторите. Я внизу знаю. Павел говорит, для меня, как филипистам, 1, 21. Для меня жизнь это Христос. Да, и жизнь я в тени. А смерть приобретения. То есть, когда я уйду из этой жизни, для меня лучше будет, чем здесь. Я приобрету Гошу, чем здесь. Павел говорит, я хочу разрешиться умереть, чтобы быть со Христом. Но вот не умираю я, это лучше. Я встречаюсь, беседую, преподаю. Для вас лучше, чтобы я пока еще не умер. Да, слава Богу, что вы живой. Что вы знаете? А можно мы перейдем к какой-нибудь другой теме? К другой теме, если вы не устали. Не переживай, еще у нас есть. Президент, нет, нет, у нас еще полчаса времени. Потом не успеем. Нет, 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 полчаса времени. Куда вы должны? Мы должны мечеть пойти, взять. Там нам гостиницы раздают на этот. Он же бывший сейчас. А вот? Да, да, да. Они с вами. Вы должны пойти. Мусульманин сказал, что я здесь тоже возьму. Что интересно, Христос распятый. Даже враги Христовы, это знают евреи. Вы правильно распяли. И вдруг через 600 лет, а он не умирал. Ну такого, как можно сказать? Вы останетесь здесь. Что, что Христос умер, это знают все враги. Везде кресты. Надо снаставникам обсудить. Везде кресты, везде. Крест — это распятие Христа. Это везде знают. Но евреи — это не друзья Христовы, они его распяты. И они говорят так, сохранился приговор при Понтии Пилате, что он был распятый. Это анналы сохранились. Об этом четыре историка тогдашнего первого века говорят. Как можно писать через 700 лет спустя и говорить, а он не умер? Как это не умер? Да когда... А пишет Тацит об этом. Плиний-младший пишет об этом. Об этом пишут четыре историка римских, что он умер. Умер, и христиане ему поклоняются. Хорошо. Ну, допустим, какая-то вера, но не принимает это. Ну, так уж получилось. Как получилось? Да, но при этом этот человек живет по всем заповедям Библии. Он не может этому. Он верит в Иисуса. Иисус для него — это жизнь. Иисус для него направление. Это же автоматически вам спасется. Да, Иисус для него спасение. Я верю в него. Иисус для меня — это настан. Иисус для меня жизнь, как вы говорите. Без него я не могу прийти к Богу. Во все это я верю. Ну, я просто вот... Ну, так получилось, но я никак не могу. Вот только вот эту маленькую вот эту штучку Вот то, что он умер на кресте, я не понимаю И что он в прямом смысле слова Сын, а остальное все я делаю А дьявол не важно, что ему дожди Вот столько вот, чтобы крест не доставал Через цепь, и ты не перейдешь туда Не перейдешь Наша праведность, как запачканная одежда Еще раз повторяю Нет, ну не можем, чтобы за это Но ты знаешь, можно я скажу Это мнение Его мнение Нет, 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 это Слово Божие говорит Это как Господь Говорит Слово Божие А Слово Божие не приложено Я, например, прислушиваюсь Нет, нечестно Я верю Я прислушиваюсь к своей душе Я верю Что он был распят А верите, что он воскрес Конечно Я верю в это Но я допускаю Что есть другое мнение И я считаю, что вот Ее отношение к Иисусу Оно особое отношение И то, что, допустим Такие, как Самира Не спасутся Я не верю в это Потому что у нее Настолько искренний Настолько большая любовь То есть даже у рядового христианина Не сможет быть такой любви Поэтому я верю на 300% Что это Я просто верю А это любовь У буддиста любовь У даосизма любовь Изнарозизма любовь Везде любовь То есть Купитель Христос один Правильно Он умер за грехи людей Никто не умирал больше Вот Ширгиза Айтматов Это и вывел Он умер Он искупил меня Можно еще скажу одну вещь, да? Пожалуйста Нет, сначала вы скажите Иоанна 14.6 Игнат Тихонович Можно зачитать Да Иоанна 14.6 Путь истины и жизни Или процитировать Путь истины и жизни Я есть путь Господь говорит Истины и жизни Никто не приходит к Отцу Я приняла это Как только через меня Я приняла это Если я не приняла это Я согласна, верно? Чарфель это в переводе с арабского языка Это богохольство я тогда Если я не приняла Иисуса Как путь и истину Как, вот вы говорите Как там было сказано Личного Спасителя Как личного моего Спасителя То есть я верю, что Если бы Он не проповедовал бы Евангелие Тогда бы не было Ну, во всяком случае Если бы я Куран не знала Если бы я знала бы только Евангелие Мне бы это было бы достаточно Вы понимаете, да? Потому что Я, если не буду верить в Иисуса Как Спасителя Я буду Богохольником Правильно я сказала на русском? Да Единственное только Вот я говорю Отличие Это вот это Вот этот момент И поэтому Я, честно говоря, не могу поверить Что вот только из-за этого Можешь человек в это попасть Хорошо Теперь Ответ Потому что Я открыл Писание Вы понимаете, знаешь, из-за чего? Что вот только из-за того, что я не могу поверить Что Иисус именно на кресте умер Вот я в этом не сомневаюсь Я не верю Вот только из-за этого я попаду в Бак А в остальном я все буду делать Аллахом Но Аллахом, вы знаете, да? Это на арабском Бог мой Боже мой Я остальное все буду делать, как ты Но ты просто Я вот не была тогда Я не видела своих глазами И вот я не знаю Я сомневаюсь очень Что ты мог позволить, чтобы он на кресте страдал Я все-таки верю в то, что ты его тогда спас А вместо него кто-то другой умер Я верю, что он спасся из креста Вот так нас учит Куран Понимаете? Вот этот момент, вот он отличает меня от христианина А в остальном мы все совпадали Я очень люблю ее Такие были до Хаража Ну почему я попаду в Антон? А еще можно я хочу еще? Подождите, сейчас Ну, 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 ну Ну, по одному нужно Игнать Чехович Так, внимание сейчас Такие люди, которые отвергали Они были с первого века Да, я понимаю Они творили добрые дела Они делали все по-хорошему Такие были Исеи Исеи, секта Исеи Вот вы изучаете Христа не приняли как спасителя А остались на той же стороне Нет, спасителя я же принимаю Нет, который мои грехи взял на себя и умер Мы должны шучить А меня же тогда и не было, отец Игнации Я же сейчас живу Шучить, остановитесь пока Ничего не говорите Пять минут Посидите молча, помолитесь Пусть не пять минут Смотрите, вот сидят преступники Приговоренные к смертной казни Такое можно проверить И вдруг Амнистия Выходят все, кто поверил Не выходят те, кто не поверил Я считаю, что не может быть амнистия Я преступник Значит, он остается и будет казнен Амнистия Амнистия это прощение Полное, абсолютное Она разговаривает Пример, я слышал такое Один продает яблоки на базаре Продавал, осталось у нее там Бешка полтора И не продал Он тогда Люди подходят Он решил подешевле Продавал его, допустим, по рублю А решил по 80 копеек Сколько 80 копеек Такие хорошие яблоки Он смеется Следующий подходит А этот мужик думает Наверное, надо дешевле Он 50 копеек тогда решил А 50 копеек вообще никто не берет Что за яблоки такие Они тебе еще отравленные что ли Он говорит По 20 копеек А потом видит не берет Он говорит Ну домой донеси Зачем мешки Он говорит Забирайте даром Никто не берет Он тогда видит ребятишки Играет А ну идите сюда подошли Ваня, тебе яблоки нужны? Нужны Даром бери Сколько он набрал за пахнутом А может я сбегаю за Нинкой А то Нинка А может я побегу за той Даром-то И ребятишки мигом расхватали Они поверили Они получили А которые не поверили Они всем ушли Люди не верят Что даром Бог дает Спасение даром Бог милостивый Все время говорите Милосердный И Он отдал за нас Сына Своего Иисуса Христа И верою Мы принимая Его Получаем ощущение грехов Это Божий план Он даром А далее Я очищен Могу ли я делать то, что делал Вот до этого я допустим Даже не делал Я страшился А когда я уверовал Моя жизнь в один день Изменилась вот так Я уже даже подумать не могу О том, что я что-то делал Ну маленько мы знаем Это святость Осияло с неба меня Христос умер Он омыл меня кровью Я себе не принадлежу Я искупленным от этого мира И смерть несет плоды Написано Что значит смерть Я умираю Я раздавал книги Я помогал бедным Когда я умер Смерть Это все теперь показывает Оно приплывает ко мне Вот твое Перед Богом У вас тоже написано Что после смерти Твое добро Теперь вернется Как вернется? Ладно Что награда ожидает За все у вас написано там А только вернется то Что ты ради Бога потратил Да А у нас написано Я не видел глаз Не слышала уха Что Бог приготовил Любящим его Какое это царство У меня на стене написано Вот там На кухне То же самое Но Я искупен кровью Без крови нет прощения Нет прощения Во всем мире Вот допустим Взяли человека В штрафную роту Он не выйдет В штрафную роту Пока не пройдет кровь Это советская власть Безбожия И так понимала Пока раны ему нету Его снова направляют Искупить свою кровью Да Искупить свою кровью Они так и говорили Спасибо Не честно Она должна там Взять кое-что На настафель Еще как Сейчас подожди Я не езжу никого 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 Нет, нет, нет Я здесь Она в кое-каке Да, нет Говорите Но хотела бы кое-что добавить Дело в том Что почему так Вы строги Как бы вот Ну допустим К людям Которые не совсем Это понимают Потому что Как бы Я это почувствовала То есть Она Например Не важно Самира Или кто-либо другой Может быть Они хотели бы это понять Но они чего-то Недопонимают В чем их вина Они искренне В своей так же верят Я понял ответ Я возвестил Еще несколько Моя миссия закончена Я сажусь и уезжаю Ты на суде Божьем Отвестишь За неверие Что он дал спасение Даром Умер за грехи людей А ты надеялся На добрые дела На милосердие Моя миссия закончена Прича Христос говорит Идите Зайдите на брачный пир Я это выполняю Два вторая глава Ивангелем Патреем Я зову А люди не принимают И написано Кому голову разбили Кого убили А Господь тогда Послал других А этот город Жег огнем Идите По изгородям Везде соберите Хромых, слепых, убогих Зовите на брачный пир Отец даром зовет На брачный пир И они не пришли И они еще разбили Голову посланникам Это притча Написана Евангелем Патреем Так, Егор? Так, все Я возвестил А он пришел Докузин Вы не скажете Она не скажет У меня было в жизни такое Я прошел слишком сложный путь Я в пяти тюрьмах Только отбывал За Слово Божие В лагере смерти был Я знаю, о чем говорю Но для меня это все в радость Я в Сохристое Поэтому радость спасения Она привезет Я пришел Она не все понимает Я от нее ничего не скрыл Я считаю себя счастливым Сегодняшним днем Что позволил Господь Мне ее увидеть Для меня она родная Близкая Я возвестил Она не приняла Я буду только плакать И молиться Чтобы ей Бог открыл Чтобы она стала Валентиной Гендузь Малим говорил Спасибо отец Агнати Ради Бога Моя любовь ее не смущает Она моя любовь Моя любовь Божественная У нас отношения Всю жизнь такие были Блин Гендузь Малим говорил Что Какие бы веры ни были Если человек Он очень порядочный Помнишь Нравственный И он так и умирает Все Это самое главное Перед Богом Главное чтобы человек Был высоконравственный Тогда не надо спасение Главное для нас Это спасение во Христе И быть нравственным Во Христе Ради его А ради себя Если верить Для любой коммуниста На веру в Бога Вообще не нужна Лишь бы был нравственным Коммунисты многие были нравственные Фашисты нравственные были А есть ли отец Агнатий Нравственные не во Христе А например в Мухаммеде Нет Скажи Или в Моисея Ты говорила бы Иудей например Извини Иудей например В Моисея верит Так сильно Как мы например У Иисуса У них другое Например Есть Например У Кришнаитов У них есть Кришнаитов А где ты когда-то сказал Саветка Они в Кришне верят Ну что им делать Саветка Сказали Все отсекается Только во Христе Все А Бог же говорит Что у вас Их прав Ну это мнение Это мнение их Это мнение их Это мнение Это мнение Которое Надо с уважением Агнец Это Солнце Вселенной Главный стих Библии Все в этом Ибо Так Возлюбил Бог Мир Так Обожди Вы верите Что Бог любит Конечно Да Но в чем любовь Теперь смотри В чем любовь Тут мы первую строчку Восприняли Одинаково Дальше Здесь Какая-то звездочка Смотрите Примечание на странице Редактора Что за примечание Не знаем Видимо В переводе Которое Ведет Что отдал сына Можем быть Попятным Своего Ведерародного Дабы всякие Верующие в него Иисусе Не погиб Не иметь Жизнь Вечную Я верую И имею Вечную Жизнь Да Имеешь Вечную Даром Даром Бог дал Потому что Он грехи взял на себя Возьмешь за грех Смерть Вновь Вы не видите Мои глаза Что я верю в него Так дальше Слишком серьезно Не смеяться Я радуюсь Поэтому От радости Не верю во мне Почитай дальше Уменься А как можно Не радоваться Да А дальше Здесь 17 Ибо не послал Бог Извиняюсь Ибо не послал Бог Сына своего Мир Чтобы судить Но чтобы мир спасен был Через него Через него Другого нет Имени под небом Данного человека Вот это вот я не знаю Я главное засвидетельствовать Евангелие у вас Надежда Извините Посмотри А Иисус же Мирим Говорил что я пришел Не чтобы отвергнуть Всех пророков А чтобы утвердить Не утвердить А исполнить Обещано Он и исполнил Он пришел исполнить Но не мы На нас невозможно Нам это невозможно Исполнить Если он исполнил Значит он и нам заповедовал Он говорит Исполнить Ни один человек Закон Божий не исполнил И он не исполнить Никогда Насколько может Вот такого нету Такой меры Всем умам Семь слясым А что он начали Исполнить Иисус сказал Что я пришел Не чтобы отвергнуть Не нарушить закон Не нарушить пророков Которые были И те законы Которые они проповедовали А чтобы исполнить Те законы Вот исполнение В том что они предсказали Что он умрет За грехи людей То есть Иисус сам принимал И верил в тех пророков Которые были до него Сейчас мы прочитаем Даша Ты считай пока Что именно Христос Ибо всякие Делающие злои Ненавидит свет Который ненавидит свет Он берет все свои Выдумки подставляет Там как-то спаси И не идет к свету Что бы не обличились Как я люблю Вот эти дела Которые человек делает Он верующий вроде делает Но когда он верует Он в ужасе Это я считал себя хорошим Считал верующим И в крови на рабском То же самое Я встречал людей С разных мер Когда они во Христа Уверовали А мы-то и кровью Христа И они говорят Я вчера считал себя Нравственным Я еду с режиссером Карен Геваркян Он режиссер Настоящий А Тихо Гнать Можешь до конца Считать? Она не знает Можешь до конца Нет, пусть расскажет И он Когда это слышит Я ему сижу Он говорит А как вы считаете А ему Это мой возраст Я нравственный? Я говорю Более безнравственный Я не встречал человека Он сразу телефон В Санкт-Петербург Журнал Меня тут считают Самым последним Идиотом таким Я говорю Библия говорит И наконец он успокоился А меня у меня И давай целовать Он режиссер Слишком много знает И это знание Мешает ему прийти Знание должно быть в том Что я просчитал Мне знание Дано буквы собирать И я поверил Дальше вера Он умер за меня Он освободил меня Я свободный И теперь во Христе Я могу делать Только то Что он заповедовал Мне делать У меня другие чувства Другие настроения Намерения Вот она сегодня идет И рассказывает Одно дело Я остановился И говорю Сангер Давай поможем Все дорогой Потом она еще Дальше Рассказывает Я говорю Сангер Давай остановимся Поплачем Вместе Так А там внутренний Мой человек Соединяется со Христом И у меня такие чувства Как во Христе В нем А человек Который слушает Умом не пошевелит Засчитай дальше Ибо всякий Делающий зло И ненавидит свет И не идет к свету Чтобы не обличились Дела его Потому что они злы Вот так Почему злые люди не идут Им она раскается Женщина блудница Пришла Она распустила волосы И мира возливала Ноги Христа утирала И плакала А Господь говорит Иди грехи твои прощаются Как стали роптать Они не знают Что ты искупитель И он умер за ее Вот что нам нужно Нам нужен Христос в жизни Без Христа Жизнь пустая Совершенно Все правильно Я книгу взял у вас По вашей книге просчитал Я ничего Бога не добавил Нет, ну что вы-то видели Отец, знаете У нас время намаза Нет, нет Никуда вы не уходите Мы же сами попросил Чтобы вы Если можно Вот как у себя дома Здесь Вот сидели Отдыхали Мы пойдем Я в мечеть пойду помолиться Может быть Шахан пойдет со мной Вместе мы пойдем Отец Игнатий Отец Игнатий Отец Игнатий У меня мой намаз И сейчас там будет Вы здесь молитесь Нет, я не буду Я с вами вместе ухожу А почему? Вы как дома себя оставайтесь Здесь Мы потом придем Я вам ответил Я это делаю Как совесть моя подсказывает Мне это лучше Я сейчас Но вы ночью здесь Нет, я здесь буду В машине Вот, а его Чтобы удаложить Не выпускайте его отсюда Как вы наступите?